Спасибо. Я хотел бы рассказать о том, что внесение в конституцию и обсудить перспективы внесения в Конституцию упоминания Бога вызвало очень большой резонанс. Мы очень рады, потому что вопросы веры не оставляют никого в нашем обществе безразличными. Конечно, стали выдвигаться сразу предположения, что это некое движение в сторону дальнейшей реализации государства. Что, конечно, с точки зрения европейского конституционного права совершенно не так. Потому что в очень многих, если не в большинстве европейских конституциях, содержится не только просто упоминание Бога, но даже призывание Бога, как, например, в греческой конституции. И, насколько мне известно, нигде это не приводит к каким-либо осязаемым ограничениям прав тех людей, которые не верят или не принадлежат к какой-либо традиционной регионной общине этого государства. Иными словами, упоминание Бога – это не предложение, направленное против кого бы то ни было в нашем обществе, в том числе и против неверующих людей. Я хотел вам также сказать, что мы со своей стороны считаем, что упоминание Бога – это не только некая демонстрация признания ценностей религии в российском обществе, но еще и дань памяти тем сотням тысяч верующих, не только чат русских православной церкви, но и других традиционных религий нашего государства, мусульманам, идеям, буддистов, которые пострадали в годы боговорческих гонений. Очень важно, что упоминание Бога в основном документе, в основном законе, наше общество продемонстрировало бы свое уважение к памяти этих людей, которые были репрессированы, были убиты только за то, что они верили в Бога, не за то, что они придерживались той или иной политической позиции. Поэтому я считаю, что обсуждение этой поправки надо продолжать, и, на мой взгляд, хотя тут звучали мнения о том, что преамбул является непреставерной, конечно, наиболее удобное место для этого предложения – это преамбула. Но, между прочим, насколько я понимаю, вот с председателя рабочей группы по профессиональным изменениям Андрей Гишес сказал, что с точки зрения мандата рабочей группы преамбул не является неприкосновенной частью профессиональной конституции. Ну, в любом случае, это надо продолжать обсуждать и двигаться в это направление, потому что, мне кажется, еще раз подчеркну, что это некая консессуальная идея, которая объединила бы не только верующих, но и неверующих людей, которые, как мне кажется, не ассоциируются с благополучественными гонениями XX века. Тут вот ставился вопрос очень интересный, который, мне кажется, тоже следует обсуждать, о неисполнении конституции. Конечно, это вопрос политический, и, наверное, церковь не имеет к нему прямого отношения. Но вместе с тем я хотел бы сказать вот о чем. Вы знаете, что любой закон, он, конечно, ставит преграду на пути человеческого эгоизма и желания человека, грехового желания получить что-то за счет других. И вопрос о том, насколько как конституция, так и любой другой гражданский закон справляется с этой задачей, является, я думаю, открытым на протяжении всей истории человечества. Мне лично кажется, что без нравственного закона внутри нас, как говорится, никакой закон не будет работать, не будет исполняться действительно в интересах всего общества, каждого человека по отдельности. Вот в качестве аргументации своей позиции я бы, как ни странно, привел слова американского президента Адамса, потому что тут поминался американской институцией. Конечно, я лично Адамса не читал, но я бы прочитал в изложении теперешнего генерального корпората США БАРа, который протестировал на своем недавнем выступлении, сказал, что наша американская конституция создана для богобоязненных и правильных людей. Для иного социума она просто не будет действовать или будет действовать разрушительно. Я думаю, что это слова Адамса, это слова традиционного христианина, и от них может разделить, наверное, каждый христианин, и, наверное, не только христианин, потому что действительно без веры, без внешней по отношению к организационному закону мотивации ни один документ не принесет никакой пользы ни личности, ни обществу в целом. Вот я бы просто думал, что важно иметь это в виду при нашем обсуждении и сонах по праву. Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги. Позвольте имени от лица мусульманского сообщества Российской Федерации, от нашей духовной структуры, высказать нашу позицию по обсуждаемым вопросам. Конечно, для нас интерес вызывает, прежде всего, вопрос упоминания Бога, вопрос положения и особой роли того или иного народа, и предложение о смене ключевых формулировок и терминов, касающихся этнокофицийной сферы, что влечет за собой трансформацию самой парадигмы в эспаритике в этом направлении. Помните, Галиндин выразил свое мнение по обсужданию вопросом одной такой фразы «не довреди». Вы знаете, на самом деле, когда мы говорим о Боге, ведь каждый вкладывает в понятие Бог совершенно разные понятия. И Ирак, и Русско-Православные Церкви, и среди них, и митрополиты, и менее высокопоставленные духовные лица. И однократно говорили, что у мусульман и у христиан разные понятия о Боге. Действительно, где-то Бог – это Бог в трех лицах, а мусульманская традиция, конечно, такое понимание Бога никак не приемлем. У буддистов вообще упоминания Бога отсутствует. А другие, говоря о слове «Бог», будут думать, а как сои упомянуть и вообще написать слово «Бог»? Там «бэггэ» или вообще избежать? Но, в конце концов, есть люди неверующие. Вот лично нас, на самом деле, более чем устраивало вот те преамбулы, те формулировки, что мы – геннонациональный народ Российской Федерации. Вот она была зафиксирована на протяжении более четверти века и служила, в принципе, консолидирующим фактором. И с теми положениями и принципами Конституции, которые зафиксированы в отношении этноконсессиональной сферы сейчас, Россия прошла тяжелейшие испытания в 90-х годах, включая сепаратизм и кровопролитную войну. Она пристыла и укрепилась. Под само названием «Россия», как нам думается, присутствует указание на объективно крупнейший народ Российской Федерации. Русский язык, являющийся единственным государственным языком на федеральном уровне, о чем говорится в 68-м статусе Турции, является объединяющим языком межнационального общения. Вы знаете, правильно было сказано, есть многочисленные, есть малочисленные народы, но история нашей страны, что она собиралась, складывалась изначально как многонациональное государство. И любой даже многочисленный, малочисленный народ, который исторически проживает на своей территории, на своей земле, будет ущемлять за особое закрепление прав за конкретно каким-либо одним народом. И вот на мой взгляд, что Конституция – это прежде всего документ, который объединяет людей на основе гражданской принадлежности, принадлежности, гражданского чувства и долга, а не на основе отношений к религии, принадлежности к той или иной национальности или страте. В сегодняшней ситуации мы должны честно ответить себе на вопрос, что передлично для устойчивого развития и укрепления российской государственности – вера в Бога, этническая принадлежность или гражданское чувство людей, обладающих российским паспортом. Что государство ценит своих граждан прежде всего – набожность, этническую принадлежность или патриотизм? Исходя из этого, выстраиваете свою политическую волю. И вот согласен с коллегой Вартангом Владимировичем, что, конечно, мы должны говорить о нравственной культуре и красоте. Если Бога не будет ни в сердце, ни в делах, ни в поступках, ни в помостах, ни в душе, то закрепляй его, не закрепляй – его просто не будет. И хотел бы еще несколько лет предсказать по услышанному. Вы знаете, у меня как отца четырех детей, которые в 13-м летнем возрасте почитали и Шолохова, и Тихидон, и Анну Франк, и Гранина, и Бросмана, и других, оскорбляют, когда говорят, что малолетние дети не в состоянии или не способны размышлять о ценностях устройства своего государства и готовы соблазниться под какими-то впустяшками. Но это противно слушать и обидно за своих детей. И во-вторых, когда мы говорим о попытке запрет Ютуба, я сразу вспоминаю Усаму Бенладена, сидящего в горах Тора Бора с ноутбуком и пользующегося современными западными технологиями, и при этом продлинающий Запад во все, что можно и нельзя. И вот Баку и Казань тоже хочу вспомнить. Вы знаете, да, мы помним 90-е годы, мы помним события в СССР, как он распадался, но были еще другие слованы. Татары в Казань, русские влезали. Мы это пережили. Поэтому майник может качнуться в любую сторону. Но вот совсем недавно спикер бельгийского парламента назвал принятие закона, который будет преследовать за отстаивание традиционного представления о семье, назвал победой над враговисием и средневекованием. Поэтому, в принципе, вот по такому важному моменту, что это враг, это прежде всего союз между мужчиной и женщиной, мы все в целом поддерживаем, и в этом изложено священное писание. Я бы скажу лично свое мнение по данному вопросу. Ну, прежде всего, конечно, те поправки, которые внесены президентом в ходе доклада по федеральному собранию, очень важны и своевременные. Конечно, мы их поддерживаем. И инициативы социального характера и укрепления суверенитета, все это очень важно. Теперь мне бы хотелось заострить внимание на то, собственно, почему возникает эта полемика. Ведь предложены весьма конкретные поправки, и мы их обсуждаем. И, в общем-то, в Севастополе я отслеживаю ситуацию в нашем городе. Очень активно наше население, у нас вообще город очень активный, с активной жизненной позицией. Они всегда очень вовлекаются во все вопросы, которые обсуждаются на уровне государства. И общественные организации сейчас активно обсуждают поправки. и создана рабочая группа по этому вопросу. И предложены конкретные предложения в части 119, 95, 97 статей. Все это есть. И общество активно обсуждает внесенные предложения. Вот мне бы хотелось заострить внимание, почему возникла такая полемика. Ведь когда были внесены предложения, ну, социального характера, это, конечно же, ведет к тому, что будут обсуждаться вопросы нравственности и морали. А на чем они строятся? Они строятся, конечно же, на основе многовековых ценностей. И поэтому поднимаются все те вопросы, о которых мы сейчас говорили. И вопросы идеологии в том числе. Ведь в 2014-2015 году у нас на пикбордах в городе появлялась надпись «Русская весна, что дальше?» Севастополь очень сложный регион в этом плане. Поэтому вот вопросы идеологии должны быть, мне кажется, здесь очень тонко обозначены. Может быть, не в этот раз. Может быть, обойти, вот как сказали уважаемые спикеры, внесение данных поправок. Но на следующий этап здесь вырисовывается задача. На одном из мероприятий, на страцессии, у нас был такой вопрос, а что же дальше? И в Севастополе возник лозунг такой «От русской весны к русской мечте». И мы начинаем спрашивать у людей, а что же такое русская мечта? Вот поэтому вот эти вопросы, я считаю, важны, несомненно важны те поправки, конкретные поправки, которые мы обсуждаем. Но и очень важно то, что в глубине вопроса, вот то, о чем сказала Ирина Эдуардовна, она сказала о молодежной политике. На основе чего? Вот правильно нужно истолковать этот вопрос, нужно сделать акценты, правильные акценты. Не обязательно это все расписывать, может быть, и не трогать эту преамбулу. Но задача на будущее здесь очень четко вырисовывается. Многие этого не понимают, к сожалению. Поэтому вот мне бы хотелось, чтобы этот момент тоже был учтен. И я думаю, что у нас все получится. Спасибо большое. Спасибо. Светлана Ивановна, спрошу вас, просто вот брак, союз мужчины и женщины, то, что... Это семейные ценности, да. Это семейные ценности. Как вы с молодежью работаете? И вот жалко ушел Вактан Владимирович, недавное замечание одного из иракхов РПЦ по поводу того, что... Ну, это уже не касается Конституции, ладно. Но вот нравственность, как вы прививаете эту нравственность молодежи? Есть ли гражданские браки? Существуют ли между ними? И как вы в МГУ к этому, например, относятся? Знают ли об этом? Как вы работаете вообще с ними, со студентами? Ну, у нас есть ряд мероприятий, как бы и научные, и образовательные мероприятия, в том числе, которые носят воспитательные задачи, в том числе и задачи, связанные с привитием ценностей брака, семьи. И мы вот там ряд мероприятий проводили по этому поводу. Поэтому вот как бы, ну, конкретно сказать, я считаю, что вот этот вопрос очень важен. Его нужно обязательно обозначить в, может быть, не в основном законе, может быть, в каких-то нормативных актах, которые будут приняты позже. Но то, что сейчас эти вопросы поднимаются, я считаю, что это очень важно. Какой Леонид Леонид Леонидович, да, добрый день, коллеги. Да, в общем-то, я не, ну, как бы, далеко от мысли, что мы вот сейчас с вами здесь все, что внесем, прямо будет, найдет свое продолжение, да, мы, как бы, выражаем некий, вот я, например, выражаю от лица коллег еще своих, да, родительских сообществ, я подчеркнула, занимающаяся основной субъективной политикой, вы говорите об этих аспектах. Конечно, то, что сейчас, те видения, которые происходят, это, конечно, в качестве тренда положительные, но, конечно, недостаточные для того, чтобы реализовать запрос на социальную справедливость, которые существуют в обществе, это слишком невелика мера, да, такая. Мы не трогаем главы Конституции, в которых существуют очень серьезные, на наш взгляд, скажем так, противоречия с запросом на социальную справедливость, я говорю о главах, например, второй главе, да, о статьях 13, 15 и 29, да, это преимущество международного права на российский, вот о чем говорилось, что в Грузии это есть, а у нас этого нет, о том, что у нас нет идеологии, весь народ от этого страдает, и, понятное дело, что для русского человека съесть завтра больше, чем сегодня, это никакая не национальная идея, да, у него, может быть, высокие смыслы, это великий народ, и отсутствие цензуры, мы уже тоже все устали доказывать какие-то прописные истины, что нельзя там раздеваться на людях на сцене, материться и так далее, совершенно простые вещи, но это мы не трогаем, значит, мы попытаемся теперь обработать с тем материалом, в котором что-то можно изменить, хотя бы что-то было похожее. Ну, во-первых, конечно, я абсолютно согласна, что если можно внести в Конституцию, если уж американцы на долларах пишут, ингат и траст, то уж, извините, это уж для них более святое, наверное, чем Конституция, то уж мы уж, наверное, можем себе позволить внести действительно... Да, ну, как бы, для них это более сакрально, наверное, все-таки, чем любые законы, да, деньги, ну, как бы, для западного общества все-таки более сакральная вещь. Вот, поэтому, и, как известно, там, не знаю, какому-то классику приписывают, что если Бога нет, то все можно, вот, поэтому, конечно, много чего нельзя в цивилизованном обществе, да, вот, если уж даже какая-то цивилизация, это в великом миссии русского народа, то уж точно понятно, что много должно быть и запретов. Они формировались, эти запреты сообразны развитию русского народа. Русский народ наиболее целомудренный, например, потому что у нас не существует в языке понятий нормальных, приличных слов, обозначающих там всякие половые отношения. Да, и тут мы можем задуматься. Это говорит о высоком целомудрии русского народа. Сейчас это, как бы, было исторически, что сейчас другая история. Безусловно, мы за то, чтобы роль русского народа была подчеркнута, что это государство, что это титульная нация, что это образующий народ, государство образующий народ. Вот, и, естественно, что мы должны, как бы, там, подчеркнуть эту роль. Вот, мы должны говорить о том, что, несмотря на то, что президент дал нам установку на то, что есть, значит, наша, всю эту демографию, да, ну, наверное, Конституцию тоже нужно включить, потому что, ну, не всегда все помнят о том, что сказал президент сегодня, а завтра уже будут другие тренды, и все забудут о том, что демография – это все-таки то, как сохраняется народ. Вот, и в этом контексте, конечно, очень важна поправка вот этот брак мужчины и женщины. Я считаю, что это вообще пока что самое важное, что привычало, на мой взгляд, человек, занимающийся семейной политикой, я считаю, что это, ну, как бы, вопрос цивилизационного выбора на сегодняшний день. Не просто, там, знаете, заявить в каком-то семейном кодексе, а это вот как раз вопрос выживания нации, выживания народа, выживания культуры, выживания человека, выживания духовного тоже, прежде всего, если уж говорить о Боге, да, потому что, ну, все мы знаем, что было сказано об инополах союзах, во всех имеющихся священных писаниях, поэтому это обязательно, это цивилизационный выбор, который мы должны закрепить. Это, на мой взгляд, пока что это самое важное, что было предложено, вот, к стивилизационным изменениям. Я, может, не очень, так сказать, далека, в своих этих горизонтах. Да, ну, мы такая страна таких ценностей традиционных, и многие очень, в мире совершенно очевидно, что Россия стала для многих в Европе, например, становится таким образцом традиционализма, оплотом традиционных ценностей. Ну, вот еще хотелось бы, да, сказать, что традиционные ценности мы продолжаем закрепить в главе ст. 71, ст. 72, частично, ст. 82 традиционной России с духовно-нравственной ценностями, ст. 114, это вот все, что, ст. 80, кстати, это вот все, где необходимо включить еще и защиту традиционных духовно-нравственных ценностей. Что еще волнует, на самом деле, вот наше, на мое окружение, на традиционную традиционную общественность, это то, что сейчас вот эти цифровые прорывы, они грозят, конечно, превратить наше общество в некое управляемое с пульта, там, электронное, там, гетто, да, так, если не было с этого слова, там. И тогда это решит вообще все наши вопросы, всех наших выборов цивилизационных. Не нужно будет ни маркетинг проводить, ни какие-то там предвыборные кампании, все будет управляться с пультом за счет того, что какие-то социальные услуги будут добавлять, если нам у человека убирать у другого, да, соблазн такого управления с пультом народа будет возникать, естественно, на любом этапе, я думаю, он возникает сейчас, на любом этапе государственного управления, да, поэтому мы должны от этого застраховаться, чтобы эти соблазны не были реализованы. Что это означает? Ну, например, что запрет наличных средств, да, расчетов наличных, и уход исключительно безналичную сферу будет тоже означать некий тоже шаг к этому электронному пункту концлагеря. Вот, поэтому мы этого допустить не должны, тем более, что именно вот эта свобода экономическая, она нам дает возможность вот этой свободы изнити совести, а если у нас нет свободы экономической, то свобода совести уже тоже ограничена серьезно. Это вот, это еще не прозвучало, по-моему, не на одном круглом столе, вот, ну, вот мы считаем, что нужно закрепить вот эту свободу человека на... У нас есть 23-я статья, по-моему, да, о том, что есть защита персональных данных, но вот, как Михаил Геннадьевич сказал, что это не всегда получает в правопрактике какой-то отзыв, да, то есть мы очень часто сталкиваемся с тем, что нас уже ни о чем не спрашивают, биометрию собирают везде и всюду, вот, вопреки законам имеющимся, 152-й закон только что охраняет, да, наши персональные данные, но уже в обход, в обход, уже правопривенительная практика совершенно права на другое, ну, то есть уже идет в разрез закона, а правопривенительная практика просто чуть-чуть обгоняет те законы, которые были, будут приняты позднее. Сегодня, во-первых, в моей жизни такой первый такой случай, когда мне придет, приходится обсуждать нашу Конституцию. Значит, с теми Конституциями, которые были ранее, которые перечислила Ирина Эдуардовна, я, конечно, учил в школе, и, в общем-то, мы ее прям заучивали наизусть и знали каждое положение Конституции, это в свое время. Ну, так получилось по жизни, что нам, военным, приходилось в разных ракурсах, во всех направлениях, имеющими силами и средствами, защищать эту Конституцию. И, в общем-то, ни одному из нас, военных, не стыдно, что мы на жизненном пути нашего государства, даже тысячелетия, я скажу, военные всегда Конституцию защищали, и она до сих пор в разных интерпретациях живется. Я хотел бы остановиться на другом. Значит, про Конституцию, про укрепление суверенитета, которое выдвинул президент, вопросов нет. Это должно быть, это в сердце каждого должно быть человека, потому что мы суверенное государство, в котором мы живем, и мы должны защищать ту землю, на которую мы ходим. И так это было, наверное, есть, и думаю, что будет. Я даже останавливаться на этом не буду. Значит, следующий вопрос перераспределения полномочий между властями. Значит, этот процесс, он бесконечный. Он всегда имеет какие-то подводные течения и, в общем-то, побеждает в этой системе перераспределения полномочий тот, кто силен во власти. Ну, я имею в виду, кто обладает большей аргументацией, обладает большими способностями убедить народ, способностью убедить низшее звено руководства и в своей, так сказать, вот этой всей кухне побеждает сильнейший. Тут надо отдать должное, и от этого никуда не уйдешь. Это мое субъективное понятие в этом направлении. Значит, фиксация социальных гарантий Конституции. Тут, конечно, тут уже задевает лично меня, лично моих однополчан, лично наших деток, по-другому не сказать, потому что социальный блок, он такой самый болезненный в обществе. И тогда, когда социальный блок будет решен в масштабе государства, я думаю, что противоречий в каких-то других направлениях не будет, в том числе утверждения нового состава, правительства, утверждения депутатов, утверждения советов, ну и так далее, властных структур. Но тогда, когда мы хромаем в этом направлении, и теряется нить между народом и властью, вот тогда возникают все катаклизмы. Это было, еще раз повторюсь, в нашем государстве тысячи лет. Войны начинались там, где была несправедливость в отношении народа. Это должны понимать законодатели, это должны мы, общественники, понимать на сегодняшний день. Это должны понимать даже те, которые возмущаются. Вот тогда, когда мы потеряем эту нить, мы действительно будем иметь катаклизм. Я вот много смотрю телевизор наших политических, так сказать, тем, и вижу, что это так. Но и, конечно же, хотелось бы, чтобы в Конституции гарантированно были защищены права ветеранов. Вот те прожиточные минимумы, потом еще какой-то там минимумы, но это неправильно. Это неправильный подход к тому, чтобы удовлетворить потребности ветеранов. Это в моем понимании. Он должен быть достойно прожить остаток жизни, который им отведен, будем говорить так, на сегодняшний день, Богом. Как победитель. Да. Это нет, это следующий этап. И вот в отношении участников и ветеранов Великой Отечественной войны, их осталось немного. У нас на сегодняшний день 18 человек в районе, там, где я жил, осталось участников. Но, ну, как бы, каждый праздник мы к ним приходим, домой видим, что вроде бы минимальные, так сказать, условия созданы, плюс помогают родители, вернее, дети. То есть, вопрос, как бы, социально решен. Второй момент. У нас сейчас, кроме участников, и ветеранов Великой Отечественной войны, уже подросло поколение участников боевых действий. Наша страна, Советский Союз, Россия принимала участие в 47 вооруженных конфликтах в мире и на территории нашего государства. Это те люди, которые стояли на защите этой Конституции, нашей, сегодняшней, или прошедшей. Это, значит, вот, даже у меня, значит, афганцам на сегодняшний день 300 с лишним человек, а потенциал их где-то 500, ну, не все на учете якобы стоят так. Плюс сейчас появились новые плеяда, это Северный Кавказ, Антикеров, там у меня около 200 человек на учете стоит. Дальше. Плюс 15 стран, где ребята участвовали, Ангола, Эфиопия, Вьетнам и т.д. там, где они участвовали в своем мире. Но не все так защищены. Первое, самое основное, после окончания службы ветеранам нет гарантированного трудоустройства. Они здоровые ребята, 50 лет, 45 лет уволились, а им работы нет. А за ним семья, которая за ним ездила, ну, вот я, например, 8 военных кругов прослужил. У меня дочь шесть школ по металлу. И так все, все гарантии, где пришел с армии, на тебе работу, предложили хотя бы работу. И живи, спокойно и все. И тогда он будет не только после защиты, физической защиты Конституции, он будет защитником еще сегодняшнего положения дела. Вот это надо. Ну, и, конечно, если вот этот вопрос Конституции усилить, то было бы здорово. И народ был бы за нами, за всеми. Мы бы не обсуждали эту тему. Ну, и, конечно же, самое основное. Ветераны сегодня должны заниматься воспитанием подрастающих поколений. Вот ситуация такова, что сейчас вот ветераны, которые Великой Отечественной войны, или которые ветеран войны, ну, лучше условно говоря, дети войны там, и так далее, и так далее, и так далее. Их много. Они уже в школу не могут пойти. Они уже неходимы. А тот, кто ходит, это настоящий патриот. Но получается так, что мы перехватываем сейчас инициативу воспитания, военно-патриотическое воспитание в школах, военно-патриотических клубах. Восстанавливает это все военно. Сегодня, слава Богу, что пришел вопрос и Министерством культуры, и Министром обороны о создании движения юно-орбийцев, о создании кадетского движения. Это здорово. Вы знаете, какие будут жигеты, вырастут вот эти ребята, которые надели форму, надели форму кадета, надели форму юно-орбийцев. Это там идет гражданское воспитание, которое в школе прививается. Это там идет нравственное воспитание, потому что там нравственные принципы закладываются в сознание этого ребенка. Это там патриотическое воспитание. И в конце концов, последнее, это военное воспитание, военно-патриотическое воспитание. Они участвуют в играх, они участвуют в различного рода мероприятиях военно-патриотической Они сейчас ездят в воинские части. Дальше в школах проводятся уроки мужества, особенно по Великой Отечественной войне. Они связаны со всеми героическими вехами нашего государства. В школе, в программах их нет. Сегодня Великая Отечественная война на полторы странички в истории нашего государства. И придется факультативно с ними заниматься по Ленинграду, по Сталинграду, по прорыву блокады в Москве, про битвы различного направления, которые были, про взятие Берлина. Вот это вот не отсутствует в школах. Почему? Ну а следовательно, отсюда и утеря так называемого патриотического воспитания. Нет гордости за Россию, нет гордости за своих дедов, которые завоевали сегодняшнее положение дел и позволяют нам сегодня здесь сидеть в этом зале. Нет гордости, во-первых, за свою семью. Ну патриотизм, тут много говорили о том, что патриотизм это то-то, то-то, то-то. Самое простое понимание патриотизма, на мой взгляд и на взгляд наших ветеранов, это любовь прежде всего к паме, к маме, к папе, к брату, к сестре, к однокласснику, к школе, к земле, к соседу. Вот те патриотизм воспитываются, а не, в общем, фразой любой крови. Любой крови не на последующие от этих производств. Вот это надо воспитывать. И в программах в школе, и в неучебных, не в школьное время. И вот в этих клубах различного рода военно-патриотических, их надо вовлекать. Сейчас вот уже очередь стоит вступление в юную армию. Одна проблема покупка формы, они хотят быть формы. Вторая проблема покупка кадетов формы. Слава Богу, что идет на это и Министерство образования, и сами школы идут на закупку этого, ну, исходя из своего бюджета. А вот сюда бы надо вложиться. Гарантированно, что человек подходит, хочет быть, но ему нельзя, потому что форму нельзя купить. Значок этот даже, пилотку, беретку нельзя. Вот это надо, об этом надо говорить. От земли надо идти. Не от общих прав, а от земли. И вот тогда, тогда будет результат. Тогда мы будем гордиться тем, что мы прожили здесь не зря, или живем не зря. И тогда мы будем гордиться теми ребятами, которые останутся после нас. Вот это самое главное. Ну, соответственно, там, если говорить о браке союза мужчины, вот, и женщины, значит, тут даже и говорить не надо. Это наш менталитет. О чем мы спорим? О чем мы говорим? Наказывать надо со страшной пролетарской нервностью, извините, что я так говорю, за это. Что мы позволяем себе вот эти вещи у себя в обществе, в своем обществе. Среди военных, ну, может быть, по тому, что кто-то из сынов семьи умер, может быть, там кто-то, какой-то человек сошелся с женщиной, у нее свои там какие-то интересы. Или мужчина, значит, умер женщина, нашла там. В общем, тут надо корни изживать проблему какого-то там, я даже не могу назвать это слово. Это, например, надо утратить, это не должно быть. Да, ну, это наши ценности традиционные, просто нужно закрепить. Дальше, вот по поводу Бога. Да, как это союз мужчины и женщины? Да, Наталья, по поводу Бога. Да. Значит, вы знаете, двоякое восприятие Бога у каждого человека. Тот, который фанатично служит... Не знаю, у меня вполне определенный. Нет, я вот... Я за каждого человека. Да. Тот, кто фанатично относится к этому делу, это ну, будет, будет. А тот, кто в Бога верит, ну, как бы душой и телом, душой, по крайней мере, это тоже надо приветствовать. Ну, а насаждать, вот, чтобы это была именно такая идеология, мне кажется, не надо. Самое основное, это патриотизм. Он должен быть и в Боге, и в действиях каждого из нас. Мы должны воспитывать любовь к, сказал, папе, маме, брату, сестре. Вот тогда, когда это будет, он будет защищать свою родину. Если этого не будет, никакая, будем говорить, прорекатива в этом не будет в развитии. Да, но, тем не менее, Бог охранимая страна, которая... Согласен, согласен. ...в нашем мире и... Согласен. Ну, если говорить о многонациональности нашего государства, да, действительно, оно своеобразно. Это наша государство, никто не может победить, только лишь из-за того, что мы консолидированы на своей земле. Будь то мусульмане или другой национальности, другого вероисповедания. Мне приходилось пожизненно подчинение иметь всех конфиденциальных вероисповедателей. И они служили Отечеству России. Не было такого, что я вот мусульман, я буду там таким-то таким. Не было. И, наверное, это у нас уже не ищет. Только надо вот этот момент поддерживать. Поддерживать, что мы патриоты своей родины, России. То, что изменения в Конституции, они в это время набежали, наверное. И многие вещи, которые там были в старой Конституции написаны, в предыдущей Конституции. Конституцию пишут люди. И все они пишутся в тот момент, в котором они живут. Ну, как тут перешагнуть через это? Наверное, никогда. Наверное, приходит время, и мы опять будем ее изменивать. Ну, вот так вот мы уложим в нашу мощь, в нашем советском, российском государстве. Это еще долго будет понимать. И думаю, что здесь тоже настанет момент, когда-нибудь, может быть, будем изменять и это. Ну, это у нас, да, да, про преморцев. Если можно, я помню тебе, я говорю, что, да, про преморцев – это очень главная древняя тема, потому что у нас рядом и Накония, которая претендует на Куриевские острова, и рядом Китай, который тоже, как бы, претендует на какие-то территории. Поэтому, естественно, и сейчас очень много открывается предприятий на территории Пеморского края. Вот даже в Москву, где я живу в городе Уссуевске, открывается предприятие по, как вам сказали, что-то будет миленный кандидат, вот, но я хочу сказать, что всего того, что там, где китайцы, они очень много занимаются сельским хозяйством, и после них реально остается выезженная земля. То есть на этой земле, которой они попользовались 3-4 года, на ней садить ничего нельзя. И она очень долго восстанавливается. И вот, как говорят те, кто занимается сельским хозяйством, что ее просто нужно увозить и заменять новой землей, потому что ничего хорошего там не вырастет. И вот это, конечно, очень печально, потому что в своей стране они экологию береглируют предоручки. Почему? Потому что для них была сначала вот индустриальная революция, забота об экологии государства. То есть это не только забота о земле, забота о человеке, прежде всего, но и природа, она тоже не прощает, когда с ней так безобразно прощаются. Поэтому это очень серьезный вопрос для нас. И мы, как бы, находясь рядом, вот я члена Пуры России, в Китае работает в соседнем с нами городе Сюльфунхэ, в котором находится совсем недалеко от нас. Там есть представительство нашей приморской организации Пуры России, даже, по-моему, российской организации полностью, потому что туда часто приезжает Калинин Александр Иванович, председателя Пуры России, всероссийской, и решаются вопросы о совместной работе, об открытии наших российских предприятий. Там это все делается очень легко, там в течение одного дня нужно пройти по всем инстанциям, в форме документов и открыть предприятие. Вот, ну, что я хочу сказать, что, да, этим пользуются. Они предоставляют такие большие льготы нашим предпринимателям, то есть они дают сразу помещение для, предположим, производства, и они выделяют квартиру общей площадью где-то около 100 квадратных метров, которая представляется человеку для проживания. Вот, переплатятся там нормальные услуги достаточно такие, ну, небольшие, значительно меньше, чем у нас в России. Вот, то есть они все делают для этого. Но тут есть еще и другая сторона. Очень многие, кто глянул на это, они открывают там свои предприятия, но в Китае нет такого понятия, как авторское право, предположим, там, защита, лицензия, соблюдение лицензии и так далее. То есть ты поработала немножечко, они посмотрели на тебя, они тут же открыли что-то другое. Вот, с нами была женщина, которая открыла там производство таких вот медовиков, таких тортиков, и она действительно использовала все ингредиенты, которые положены. Они пришли и предложили, давайте мы сделаем, удешеним, и ты добавил другими ингредиентами. Она отказалась, и они спокойно просто открыли свое предприятие, они уже увидели, как это делается. И сейчас, поскольку вот реклама влашает русский медалик, то всем он очень понравился первоначально, и теперь это продается вообще везде. Поэтому, ну, вот таких нюансов очень-очень-очень много, да. Мы, конечно, стараемся всячески этому препятствовать, но в то же время это такой сосед, который, извините, у него такой огромный объем оборота всего, то с ними сотрудничают буквально все страны, и Россия не заключается, и очень много продукции мы получаем из Китая. Поэтому тут, кстати, ничего не поделаешь, и как-то стараемся как бы мирно сотрудничать, но, наверное, соблюдать все-таки свои интересы для нас, это очень важно. Скажите, пожалуйста, вот такую историю. При японцах понятно, и мы вели переговоры, да, они претендуют на наши четыре острова, которые и Трук, и Жакатава, и еще два острова, а вот китайцы, они претендуют на наши земли. Вот скажите, не было ли у вас в разговорах с китайцами вот таких вот посылов? Вы знаете, пока я не слышала, но однажды я была в Китае на выставке, нас пригласило правительство, в Хайлузианской провинции, которая в Китае, да, и вот мы разговаривали, я сидела рядом с первым североем, значит, коммунистической партии этой провинции, и было очень интересно. Вы знаете, они настолько знают хорошо нашу историю, географию, все наши полезные ископаемые. Такое ощущение, что они как землеройки, пролезли везде под землей, они знают буквально, он когда начал мне говорить, что мы даже не изучали, я в институте очень хорошо изучала историю Дальнего Востока, да, естественно, географию, все остальное, он начинал мне говорить такие вещи, о которых я даже не слышала, то есть вот такое владение всем. Ну, и вы не забывайте, что у нас до такого там, в 69-м году, да, события на Даманском горе, ведь у нас очень много китайцев жили на территории Приморского края, на территории Амурской области, и мой папа родом из Благовещенка, он мне всегда говорил, он родился в 17-м году, и он всегда говорил, что Новый год они всегда отмечали вместе, очень дружно, и все несли подарки друг к другу, и очень мирно жили, и то же самое было в Приморье, вот, и у нас было в Приморье очень много китайских названий, которые поменяли, в 1972 году, я очень хорошо помню эти ведомости Верховного совета, потому что она работала в школьной библиотеке, вот, и поэтому... Ну, как-то он крепит позиции Ваши, вот эта поправка, запрет на отчуждение? Конечно, 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 потому что, тем более, вот этот вот Приморский гектар, а теперь его продвинули уже и на Амурской области, на Сбайкалье, вот, и, естественно, что под разными путями эти территории в любом случае покупаются через русских, которые потом сотрудничают с ними, и все, и покупаются, и предприятия покупаются территории, потому что Приморский гектар, понимаете, ну, как бы, вот каждый может купить, вот я не... вернее, претендовать на него, я на него не претендую, я просто не знаю, что у него можно сделать, вот он мне не нужен. Построить дом? Ну, я не хочу жить где-то в доме. А те, кто хотел взять гектар, они взяли эти гектары, они работают. Я знаю предпринимателей, которые открыли там свои предприятия, которые заделись сельским хозяйством. Я знаю семьи, которые приехали из других стран. Сейчас очень... У нас была колония староверов приехала, они находятся вот недалеко, они живут очень изолированно, они приехали, по-моему, то ли из Австралии, то ли из Канады. У них очень интересные обычаи, они практически не выходят общаться. Детей они учат до, вот как бы, ну, наверное, в размере начальной школы, потому что читать писать, и считать больше ничему. И вот когда недавно мои друзья там были, они пришли в это село, им просто выделили, им выделили землю, потому что они русские, потому что не русские, они вернулись как бы на исконные земли. Они вот, как мне сказали, что изумительно ведут хозяйство, они построили такие шикарные дома, и у них коровы, такие, как, знаете, вот на картинке только можно увидеть, они такие красивые, породистые, очень чистые. Они ни с кем не хотят общаться. Общаются только дети. Но детям даже, вот мои друзья взяли подарки, они не, им не разрешают все это брать. И дети, вот они, да, вот начальное образование не уходят в такой одежде, как вот наши дети до революции хотели. Очень, очень интересно. Дмитрий Анатольевич, скажите, а вот эта практика, гектар, приморский гектар, может, стоит ли она того, чтобы ее на всю Россию распространить? А ее распространение на всю Россию? Ну, да, но еще не выдают земли нигде. Вот оказала она себя в Приморье в итоге или нет? Потому что только в Приморье пока вот так вот гектар. Ну, она же, нет, сначала это было для приморцев. Сейчас-то все граждане Российской Федерации не могут взять это в Приморье. Ну, не в Приморье, я имею в виду. У нас же Сибирь огромная, пустая, без населения. или в другом каком-то месте. На Байкале, да. На Байкале очень много, очень много гектарцев. Конкретно на Байкале. Конкретно на Байкале. И я хочу сказать, что как у себя в Стане они не следят за экологией, так и там же. Они засояют нашу территорию, отравляют Байкал. Это уже очень серьезно. Пожалуйста, прошу благодарю организаторов сегодняшней встречи за предоставленную мне действительно уникальную возможность, как Николай Николаевич отметил, что один раз в жизни такое бывает, высказать свое мнение и услышать мнение многих уважаемых мной людей на тему внесения предложений поправкам Конституции. Наша встреча сегодня очень важна, культурно-познавательная ценность. Я являюсь преподавателем высшей школы и педагогом дополнительного образования. Я хотела бы сегодня сказать о том, что педагогическое сообщество волнует статус педагога. Ведь несмотря на то, что мы выпускаем большое количество педагогических кадров, наши выпускники идут работать в школу неохотно, потому что престиж профессии педагога сегодня невысок. И вот хотелось бы на эту тему поговорить. Мы совершенно считаем неприемлемым организованную на центральном канале страны различных ток-шоу, соцсетях травля на учителей. Льется такой поток грязи на педагогическое сообщество, что это просто недопустимо. Также мы считаем недопустимым такой термин, как образовательные услуги. Педагога опустили уже до уровня обслуги какой-то. В медицине то же самое. Медицине то же самое. Ну, во всех социальных сферах, можно сказать, в нашей жизни. Пока не изменится существующее положение дел. С образованием ситуация у нас будет только ухудшаться. Поэтому необходимо срочно изменить отношение к учителю, педагогу, тренеру, к врачу, к любым работникам социальной сферы. В связи с этим мы считаем, что очень своевременно было бы предложить такую поправку в Российской Федерации, статью 43 Конституции Российской Федерации, пункт 5, который гласит, Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Мы предлагаем добавить пункт, Российская Федерация существует и совершенствуется единая система образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит патриотическому восприятию, духовному и физическому развитию молодежи, готовит ее к труду и общественной деятельности. Потому что ведь мы хотели бы видеть учителя, чтобы он шел с города поднятой головой, чтобы его жизненный настрой передавался его ученикам, чтобы он искренне радовался жизни, чтобы он не беспокоился за свое собственное будущее. И также мы поддерживаем предложение рабочей группы, которая предлагает внести дополнение статью 114 отдельный пункт. Правительство обеспечивает и осуществляет приоритетный метод для поддержки высокого социального статуса учителя, педагога, ученого, врача и других работников социальной сферы. Мы полностью поддерживаем это предложение и просим внести эту поправку на рассмотрение сегодня в нашу резолюцию, если можно, что у нас такое мнение. Вести в профессию учителя можно поднять за счет формирования в обществе нетерпимости к проявлению травмы в школе как учащихся, так и педагогов. И повысить материальный статус и социальный статус в профессии преподавателя. Мы повысим таким образом интерес молодежи к этой профессии. Мы получим не офис менеджеров, а мы получим педагогов и мужчин в том числе. Если эта профессия будет престижной, то мы увидим такой результат. Также сразу, потому что у нас времени немного, хотелось бы еще сказать о том, что нас беспокоит в Севастополе. Так как я и говорю членом регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России», мы очень поддерживаем поправку Ольги Юрьевны Батариной. К сожалению, ее сегодня нет, думала, что она будет. Она предлагает... Мы для рабочего группы назначили на это же время. Мы ее приглашаем. Все работают, главное, в одном и том же направлении. Хотелось бы отметить ее поправку. В полномочии правительства она предлагает, чтобы вошли вопросы поддержки и укрепления и защиты семьи и традиционных семейных ценностей. Это очень важный вопрос для нас. Мы об этом сегодня говорили, потому что мы видим, что творится в Европе, да уже и в соседней небратской нам Украине ЛГБТ-сообщества и так называемые семьи и традиционная ориентация. Это то, что нам совершенно ни к чему, и поэтому нам необходимо защищать институт семьи. Вот совсем недавно я знаю, что Ирина Эдуардовна проводили вы на площадке аргументов и фактов очень интересный форум, конференция была по проекту закона о семейном насилии. Это вот как раз все сюда же. Укрепив и защитив семью, мы усилим государство. Также я предлагаю внести дополнение в предложение два статьи второй Конституции. Вот оно звучит так. «Признание, соблюдение, защита, прав и свобод человека и гражданина». Я предлагаю дополнить. «И принятие мер, способствующих демографическому росту и социальному благосостоянию населения страны тире обязанности государства». Ну, собственно, президент уже кое-что для него сделал. Материнский капитал, да, как мы знаем. «Делает, но можно еще было бы заступить в основном законе страны». И жители Севастополя также волнует территориальный вопрос. Это запреты отчуждения территории. Владимир Машков член рабочей группы предложил такую поправку. Мы тоже очень поддерживаем, потому что наш национальный лиц Владимир Владимирович Путин сегодня является президентом, и мы хорошо себя чувствуем, с улыбкой воспринимаем, что украинские власти целыми днями там тычат, что они вернут Крым и Севастополь любыми путями. Но все-таки есть беспокойство, что «а если не будет Владимир Владимирович, что тогда?» это не будет. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...